Привет, мои хорошие! У нас ночь, поздняя ночь. А чё я шепотом, я ж в ванной. Два часа ночи только что уложила своих лопатусечек. Дочь Веля уснул, сын тоже буянили. Кто-то мне посоветовал в комментариях, что... Точнее, написал комментарий, что я в ночное время с ними постоянно тереблю их, играю и так далее, поэтому они якобы не спят. Нет, это не правда. Я с ними играю уже после того, как они не спят. Когда я вижу, что дети и так возбудённые, хотят играть, тогда играю. А так, конечно, я всячески жду, пока ребёнок устанет, хочет заснуть, наводим в доме тишину, выключаем свет яркого, чтобы не было. Создаем им уют и комфорт, но всё равно они не засыпают. Поэтому с моими детьми это не прокатывает. Итак, ночной уход. Я сняла макияж, как всегда, вот этими двумя чистящими средствами. Я им не изменяю. Чистящие средства двухфазовые и тоник. Бережный уход. Для какой кожи, интересно? Мне написано, для чувствительной кожи написано здесь, а здесь почему-то уже ничего не написано. Но я этими двумя средствами пользуюсь точно больше 10 лет. Врать не хочу сколько, но очень-очень давно. Так, сняла макияж, психофокус. И буду наносить на глаза, конечно, вот этот крем. Я не буду над ним заострять внимание, вы его уже знаете. И купила себе ночной вот такой вот крем Невея. Честно, не знаю, как он. Но я пару раз его только нанесла. Но кто меня смотрит, знает, что я от крема никогда не жду эффектовал. Но крем работает и работает. Спасибо. В смысле, работает и работает. Хуже кожи не стало, значит, он работает. Это Q10 против ночной крем. Ночной уходовый крем против морщин. Вот, пожалуйста. Стоит он... Сейчас, секунду, я не выбрасываю чек. Специально, чтобы вам сказать цену. Невея. Его цена была 66,90. Я его купила минус 27. Ну, где-то за 40 лир я его купила. Вот, пожалуйста. 40 лир. Это... И 520 рублей, будем говорить, сколько. Копейки. Пахнет он точно так же, как и вообще вся серия Невея. Еще я что-то покупала. Вот, не помню. А, и маску вот этого делала для лица. Сейчас я спрошу, сколько она стоит. Ее еще не использовала. Так, так, так. Она стоит 50 лир. На нее скидки не было. Вот. Лориалевская маска. Посмотрим. У меня, знаете, закончились все маски для лица. Осталось пару тканевых. Но я уже, знаете, наверное, пока не буду пользоваться тканевыми масками, потому что на тканевые маски уходят чуть больше времени, чуть возле, чем на обычные маски в таких вот баночках. Почему? Потому что тканевую маску пока разорвешь упаковку, пока правильно нанесешь, пока тут течет, там течет, как-то полежишь, вот не двигаясь. А эту раз открыла баночку, нанесла, и все прекрасно. Потому что сейчас у меня много такого свободного времени нет, поэтому нужно время экономить. Но на себе ставить крест категорически нельзя, я и не собираюсь. Сейчас я быстренько, быстренько, быстренько нанесу. Вот сюда. Так-с, 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 так-с. Сегодня ходили гулять, так было хорошо. Свежий воздух морской. Ну, к концу прогулки, ну, не к концу даже, а когда мы сели в кафе, чтобы перекусить, дети начали капризничать. Всегда же бывает, когда мама хочет поесть, у детей как будто бы животы начинают болеть. Прямо обоих сразу. Честно. Я думала, раньше я думала, что это, знаете, это неправда, это просто так говорят. Нет, это на самом деле так. Я как только иду на кухню выпить чай, например, да, или что-то поесть, кто-то из детей обязательно просыпается. Креп. Такая консистенция. Знаете, он, я его и летом использовала. Он хорошо впитывается, по крайней мере, на моей коже. Если завтра будет хорошая погода, обязательно завтра тоже пойдем гулять. Вчера тоже мы гуляли. Но завтра, наверное, уже где-то недалеко от дома погуляем. Далеко не будем идти. Я вообще, знаете, я люблю запах серии Ниве, косметики Ниве, кремиков. Не знаю, как вам, но мне нравится. Он не очень жирный. Хорошая такая консистенция. И не моментально впитывающийся. Кстати, я говорила, что у меня, когда была в Дагестане, как будто бы забили споры. Пока не проходит. Я подожду, может, это пройдет само. Потому что у меня было такое от больничной воды, когда я лежала в больнице. Потом прошло. Я подожду, может, пройдет. Если нет, буду что-то с этим делать. Именно вот здесь. Вот я чувствую прям. Так, сразу скажу, этот вопрос будет, я знаю, сто процентов. Потому что не раз поступал вопрос на ногтях. У меня не шилак. Это обычный лак для ногтей. Местный турецкий. Я покупала его здесь. Брала в Дагестан. Там закончился. Привезла флакончик обратно, чтобы не забыть, какой это был. И купила. Аж два. Один оставила в комнате, где красила. Вот такой вот. Почему именно он? Вот номер. О, здесь на пальцах осталось немножко. Почему именно он? Потому что даже когда занимаюсь домашними делами, занималась точнее. Постоянно. Он у меня держался два-три дня. Точно. Сегодня мыло. Не мыло, точнее, а разбавляло лимонную кислоту. Вот отбеливать. Разбавляло лимонную кислоту, чтобы помыть чайник. Кто живет Турции, знает, что в Турции вода такая накипывает постоянно в чайнике. И вот последствия белой. Ну, все. Я нанесла очень комфортно на лице. Вот этот крем приятный на лице. Ну, и, конечно, гигиеническая помада нужна. Но здесь у меня другой нет. Придется эту нанести. Идти за другой в комнату мне нечестно не пойду. Я ее в последний раз сегодня нанесу и посмотрю, в каком состоянии будут мои губы к утру. Если я замечу опять, что они у меня стянуты и сухие, значит, мне на самом деле вот это не подходит. Все. Все. Это закроюсь, наверное. Нет, знаете, хотела спросить у своих постоянных зрительниц, да и не только постоянных, у новых тоже мне стало интересно, какого рода видео мои вы любите смотреть больше всего? И какие видео вы хотели бы видеть на моем канале? Только не говорите, что вы хотите видеть видео про достопримечательности из мира, потому что я как-то снимала несколько таких видео. Ну, такие видео вообще не набирают просмотра. Поэтому, как я поняла, культурный отдых, достопримечательности и так далее, людям неинтересны. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что это все мы можем посмотреть на других каналах, на тех каналах, которые снимают это все на профессиональную камеру, умеют красиво говорить, рассказывают про те места, которые снимают. Поэтому это все логично. Вот так, что расскажите, скажите, что бы вы хотели больше всего видеть. У меня есть такие зрительницы, которые постоянно хотят видеть моих деток. Мне это очень радует, конечно же, я сама очень хочу их постоянно видеть. Есть зрительницы, которые любят именно вот такие вот болталки в ванной. Но знаете, в последнее время я не хочу никакие темы затрагивать в этих болталках. Раньше я затрагивала какие-то темы, обсуждала их. Вообще не хочу. Собаки лают. Вообще не хочу никакие темы даже затрагивать. Просто обсуждаю тупо свою жизнь. то, что происходит и всё. А вот какие-то темы обсуждать, у кого что происходит, как что бывает, пока желания нет. Не хочу ни во что вмешиваться. Но это, наверное, пройдёт. Просто я сейчас временно, морально и физически загружена. Наверное, поэтому. Так что пишите, какие видео интересны. Просто мне мне со мной просто хочется знать, что мои зрители больше всего любят. И ещё такой вопрос мне стало интересно. Так как бывает немало негатива в моих комментариях, точно так же, конечно, бывает позитив. Его огромное количество. Мне стало интересно. Люди пишут, что я изменилась, что я стала высокомерной, что я стала грубой, что меня неприятно смотреть и так далее. Я хотела спросить у моих постоянных зрительниц, моих позитивчиков, так ли это на самом деле. Просто я за собой не замечаю, что я изменилась, потому что я была такой же. Кто меня называет высокомерной? Может быть, может быть. Я не буду с этим спорить, потому что меня всю жизнь называли высокомерной, всегда говорили, что я таковой являюсь, хотя я себя такой не считаю. Грубой, что я стала, тоже я не могу сказать, что такой же я и была. В принципе, просто на моем канале не было раньше столько негатива в мою сторону. В мою сторону, в сторону моих детей бывает часто пишут, и я всегда говорила и говорю, что в сторону моей семьи, если будет какой-то негатив в сторону моей семьи или близких, или тех, кто появляется в КАТО, я молчать никогда не буду. Поэтому не знаю я, я не замечаю, что бы я изменилась. Единственное, да, у меня бывает, конечно, нервишки пошаливают, нервишки пошаливают иногда, я бываю агрессивно, но я стараюсь на зрителях своих не отрываться, ну, да, я не отрицаю, что я отвечаю той же монетой, которой, которой со мной расплачивается зритель. Поэтому хочется знать, всё, болтать не буду, хочется знать у моих позитивчиков. Как вы думаете, на самом ли деле я изменилась? меняться в обратную сторону я сейчас не буду обещать, потому что я так не думаю, что я изменилась, но со стороны всё-таки мнение тоже мне интересно. Всё. это сделать, чтобы я не смогу это сделать. Продолжение следует...